Лекция номер три по предмету философии. Философия нового времени и эпохи Просвещения, век 17 и 18. Новое время связывают с началом буржуазных революций, с периодом становления буржуазных отношений в европейских странах. Обычно новое время связывают с периодом 17 века, хотя предпосылки появляются уже в 16 веке и даже ранее. В 16 веке, в эпоху Возрождения, в общем-то, проложены основы развития философии нового времени. Новое время получило свое название не случайно. По большому счету, каждый новый век можно назвать новым временем, но именно 17-й официально получает закрепленное понятие нового времени, потому что впервые в центре объяснения мира становится такое понятие, как наука, формируется наукоцентризм. Начиная еще с 16 века, как я уже сказала выше, бурно развивает естество знания. Мало того, оно активно внедряется в практику и повседневность людей, живущих в это время. Например, потребности мореходства развивают развитие астрономии, строительства городов, кораблестроения, военные дела, развивают такие науки, как математика, инженерное дело, механика. То есть мы говорим о том, что наука опирается на практику, и в то же время практика приносит определенные запросы для развития научных достижений. Идет формирование в таких промышленных направлениях, как, допустим, изобретение машин в текстильной промышленности. Мы знаем, что это впервые в истории происходит. Происходит совершенствование орудия производства в угольной, металлургической промышленности и так далее. Если мы говорим о размышлении человека о бытии, человека XVII века, то с антологией этого времени связаны два основных понятия, также завязанных на достижение уже науки. Это понятие механицизма, то есть происходит абсолютизация законов механики, уже доказанных Ньютоном, и перенесение этих законов механики на все виды движения, в том числе и социального. И вторая особенность антологии нового времени — это понятие деизма, то есть идущий еще от средних веков вопрос по поводу того, как же относиться к Богу, формируется в понятии деизма, то есть признание Бога как первоисточника, как первопричины, то есть как силы, которая запустила этот самый механизм, а дальше уже этот механизм под названием мир работает по законам механики. Среди основных представителей философской мысли эпохи нового времени мы можем назвать Иоганна Кепера, Галилео Галилея, Исаака Ньютона — те, кто еще заложит основу, скажем так. Среди основных представителей эпохи нового времени мы назовем таких, как Рене Декарт, Фрэнсис Бекон, Блес Паскаль, Барух Спиноза, Георг-Вильгельм Лейбниц и другие. Помимо становления науки, мы говорим, что в эпоху нового времени происходит становление научной методологии. Это также происходит впервые на таком уровне и имеет особое значение. Два основных вектора развития научной методологии — это эмпиризм и рационализм. Не случайно XVII век называют веков гением. Это указывает на невыкновенный взлет философской научной мысли. Говоря о таком направлении, как эмпиризм. Слово empirias в переводе с латыни означает опыт. Мы говорим, что эмпиризм основным источником достоверного знания считает опыт. И тем человеком, который разрабатывает направление эмпиризма, становится английский ученый, философ, историк, политический деятель Фрэнсис Бекон. Его перу принадлежит такой трактат, который называется «Новый органон». Собственно говоря, он его называет так в пику органона Аристотеля. Огромное значение Бекон придает опытным наукам, таким методом уже известно, как наблюдение-эксперимент. Главный лозунг жизни и деятельности Бекона является лозунг «Знание-сила». Он считает, что эта сила выражается, прежде всего, в стимулировании человека к действиям. В качестве собственного метода, предложенного для лучшего достижения научного знания, Бекон предложил такой метод, как индукция. Индукция — это движение от единичного к всеобщему. Другим направлением методологии научной стоит рационализм. Рационализм от слова латинско «ratio», что значит «разум», то есть основой достоверного научного знания. Рационализм считает логическое мышление, доказательство. В основе развития рационализма XVII века стоит Рене Декарт, другое его имя «Кортезия». Собственно говоря, «Кортезиан» — это последователи идеи Декарта. Декарт прославится как ученый, математик. Всем известна Декартовая система координат. Также он будет физиологом. Произведения, которые сохранились и которые внесли несомненный вклад в развитие наук — это произведение Декарта, это рассуждение о методе, начало философии. Он считает, что опытное знание искажает действительность, потому что оно подвержено чувственному. Главное, что может привести к достоверному знанию — это, конечно же, мысль. Главный лозунг жизни и деятельности Дерене Декарта — «Cogito ergo sum» — «мыслю, следовательно, существую». Он разрабатывает собственный метод, метод дедукции, то есть движения от общего к частному. Также он предлагает, выводит основные правила рационалистического метода, где исходным пунктом должны стать самоочевидные элементарные истины, то есть аксиомы. Вторым шагом должна стать строгая последовательность логических рассуждений. А третьим — отсутствие пропуска в логических рассуждениях. Это главное, что занимает философию эпохи Нового времени, но также остается открытым вечный философский вопрос по поводу субстанции. Как же он раскрывается в эпоху Нового времени? Он раскрывается, собственно говоря, можно пойти тремя путями в выделении понятия субстанции, в осмыслении понятия субстанции, характерно для Нового времени. Первая позиция — позиция дуализма. На ней стоит Декарт, размышляя о том, что весь сотворенный мир можно поделить на два рода субстанции — материальные и духовные. Это, конечно, видение не новое, но характерно еще для античности, но вот оно имеет место и в новое время. Второе размышление — это размышление, выдвинутое Бенедиктом или Барухом Спиноза. Это нигерландский философ-материалист еврейского происхождения. Он прославился своим произведением «Этика», написанное математическим языком. Размышляя по поводу субстанции, Бенедикт Спиноза стоит на позиции монистического учения, очень близко к понятию пантеизма. Пантеизм — это обожествление природы, заложенное еще в эпоху Возрождения, начиная с Николая Кузанского, Джордана Бруна и других. Филос развивает понятие пантеизма, он говорит о тождестве бога и природы, при этом он отличает субстанцию от мира отдельных конечных вещей, которые называют модусы. Модус — это видоизмененная субстанция, которых великое множество. Как я уже сказала, Спиноза прославился своими произведениями такими, как «Богославско-политические трактаты» и, конечно же, «Этика». Именно в этике он определит свободу как познанную, осознанную необходимость. И еще одно представление по поводу субстанции, закрепившейся в эпоху Нового времени — это понятие о множественности субстанции. Основоположником этого направления, этих идей станет Готшерлигельм Лейбниц — немецкий философ, математик, юрист, историк. Он напишет главный трактат своей жизни, который будет называться «Монадология» и в качестве основы мира положит понятие «Монады». Это материальные явления, это проявление неделимых простых духовных единиц монад. То есть по описанию монады очень похожи на писание атома, но главным свойством Лейбниц считает — это способность к восприятию, то есть их одухотворенность. И именно на понятие одухотворенности он предлагает деление этого самого мира на три вида субстанции, на три вида монад. Монады — нижние ступени, где самая низкая способность к восприятию. Это в основном неживая природа, минералы, например. Монады, у которых уже есть ощущения и более-менее ясное представление. Сюда он относит мир животных и растений. И, наконец, высшая монада — монады духи, которые наделены полноценным сознанием. Это, конечно же, человек. Есть у него еще представление об абсолютном монаде, под которым он понимает Бога. Так развиваются основные философские взгляды эпохи нового времени. В качестве выводов мы можем сделать следующее, что формируется понятие, формируется принцип автономного мыслящего субъекта, что очень важно. Формируется методология научная, как я уже сказала, с основными двумя векторами — империзма и рационализма. Появляются новые, предложены и опробованы новые научные методы. Это, конечно же, в первую очередь индукция и дедукция, за которыми стоят и Фрэнсис Бэкон и Рене Декарта. Если говорим об антропологии, вообще о трактовке мира человека, то вот здесь, в эпоху нового времени человеческий мир, его духовная составляющая, трактуется несколько упрощенно. На первый план выходит механистическое представление, механистическая картина мира, которая позволит развиваться в дальнейшем науке и стать научной картиной мира, выдвинуться на первый план в объяснение всего происходящего. И как бы подхватывает эстафету этого развития эпоха следующая — эпоха XVIII века — эпоха просвещения. Своё название тоже получает не случайно. Эпоха просвещения, грубо говоря, соответствует русской пословице «учение свет, а не учение тьма». Эпоха просвещения — это век XVIII, это идейные движения в европейских странах XVIII века, представители которого полагали, что недостатки общественного мироустройства происходят только лишь от невежества людей, и что путём просвещения возможно переустройство общественного порядка на разумных началах. Они искренне в это верили, активно занимались присветительской деятельностью, пытались донести достижения наук как можно до большего количества людей, привлечь к образованности как можно большее количество граждан. Во многом это удалось. Это век так называемых энциклопедистов. В первую очередь эпоху просвещения мы связываем с Англией и с развитием и становлением юридической системы и новых посылов в государственном устройстве. Это имена Тумаса Гоббса и Джона Лока. Но к характерным и общим чертам эпохи просвещения мы можем отнести такие понятия, как рационализм в понятии общей веры в разум, антиклерикализм, клерикал — это церковный, то есть направленность против засилья церкви, отстранение церкви от участия в делах государства. И, конечно же, антиобскурантизм. Обскурант значит затемненный, то есть выступление против суеверия, невежества, борьба с наркобесием. В общем-то просветители активно справлялись с этой задачей. Как я сказала, Англия, английское просвещение, представленное именами Томаса Гоббса и Джона Лока. Томас Гоббс — это тот человек, который напишет трактат Левиафа, где разработает теорию общественного договора. Это тот документ, который станет прообразом Конституции. Он скажет о том, что согласно этой теории общественного договора, государство возникает из договора людей между собой об ограничении некоторых свобод в обмен на права. Без такой договоренности, считает Гоббс, люди не могут мирно существовать. Он говорит о том, что в них есть заложено природой такое понятие, как война всех против всех. Поэтому им нужно договариваться, что они ограничивают часть своих свобод, например, такого свободы, как грабить, убивать, насиловать, в обмен на права, что его сосед тоже не будет поступать так же по отношению к нему. И следить за этим обязаны будет государство. Гоббс считает, что в руках государства должна сосредоточиться абсолютная власть, и он приносит в жертву государства свободу гражданина, делая это в интересах последнего. Учение, теорию общественного договора продолжит Джон Локк, который в своем произведении, который называется «Два трактата о государственном правлении», дополнит эту теорию идеи существования естественных прав человека. То есть он скажет, что государство тоже не должно действовать по произволу, что у человека должны быть естественные права, и в первую очередь, конечно же, право на жизнь, свободу, частную собственность. Помимо всего прочего, именно Джон Локк скажет о том, что власть нужно разделить на три основные ветви — исполнительную, законодательную и судебную. Как я уже сказала, они были англичане, соответственно, власть должна находиться в руках парламента. Так рассуждают английские просветители. Но по геям развития просветительской мысли 18 века станет Франция. И мы говорим, прежде всего, конечно, понятие просвещения связываем, в первую очередь, конечно, с Францией. Начало эпохи французского просвещения связывает с именем Вольтера. Настоящее имя Вольтера — Франсуа Марио Ре. Это известный философ, писатель, прославится своими художественными произведениями, такими как «Кандит», «Орлянская дева», посвященная Жанни Д'Арк. Он будет находиться в длительной переписке с Екатериной Второй. Но это человек, который прославится в среде низшего сословия своими сатирическими памфлетами. Он будет их писать для театральных пьесок, которые будут проходить по городам Франции. В связи с этим придет к нему известность. Он будет высмеивать существующую власть. Следующим представителем французского просвещения можно назвать Дени Дидро. Это автор французской энциклопедии. Полное название это энциклопедия — энциклопедия наук, искусств и месел. Он посвятит 35 лет своей жизни и практически все гонорары потратит на реализацию своей идеи. Помимо того, что он создаст главное детища своей жизни под названием энциклопедия, когда впервые будет представлен такой формат, вообще появятся понятия энциклопедизма. Также он автор ряда произведений, таким как «Философские принципы материи и движения», «Мысли и объяснения природы», «Письмо слепым назидания зрячим», «Сон де Ламбера» и прочее. Многие французские просветители будут авторами некоторых статей этой самой энциклопедии французской. Из них мы назовем такого известнейшего французского ученого, как Жан-Жака Руссо. Жан-Жак Руссо — автор знаменитого произведения «Общественный договор». Именно он в этом «Общественном договоре» будет наставить на равенстве юридических прав всех граждан. Это огромный прорыв для того времени. Следующий представитель — Жюльен Афредо Ламетри, автор нашумевшего произведения, который станет настольной книгой гражданина эпохи Просвещения. Он напишет произведение «Человек-машина» и закрепит, и в какой-то художественной форме подаст реализацию тех самых механистических законов, сформирует механистическое мировоззрение. Шарль-Луи Монтескьо — еще один просветитель французского происхождения. Это автор географического детерминизма. Детерминизм происходит от слова «обусловленность». Он будет говорить о том, что климат, почва, состояние земной поверхности и так далее определяют как дух отдельного человека, так и дух народа в целом и развивают национальный характер. Надо сказать, что сторонников этих идей достаточно много. На сегодняшний даже день уже в современности понятие географического детерминизма находят отклики. В общем-то, если исходить с самого простого, он говорит о том, что условия проживания, климатические условия проживания накладывают отпечаток на поведение как отдельного человека, так и национальности в целом. Еще один представитель — Поль Анри Гольбах. Он автор произведений, которое будет называться «Система природы». Другое название, которое он получит, этот трактат неофициально — это «Кодекс материализма и атеизма XVIII века». Он будет автором антирелигиозных памфлетов, такие как «Разоблачение христианства», «Религия здравый смысл» и так далее. Он стоит на позиции активного антиклирикализма. Также мы связываем французское просвещение в первую очередь с событиями французско-буржуазной революции 1789-1794 года. Именно деятельность просветителей, именно их усилия сыграют основную роль в подготовке умов к сокрушению феодальной системы и утверждению буржуазного строя. Среди основных значимых черт эпохи французского просвещения, да и просвещения в целом, мы можем назвать следующие. Первое. Философия просвещения закрепила себя как выступающая против всякой метафизики, выступающая в рамках развития рационального мышления, как подготовка прогрессистских идей. В науке просвещение способствует развитию, конечно, в первую очередь, естествознания, достижение которого часто используется для доказательства научной правомерности взгляда, в том числе самых различных взглядов для развития науки. В области моральной педагогики просвещение активно проповедует идеалы гуманности, закрепляет их. Просвещение стало толчком для развития юридической системы, юриспруденции, общественно-экономической жизни. Это то, что позволит человека освободить от несправедливых уз и укажет на равенство всех людей перед законом. Лекция подготовлена и прочитана доцентом кафедры философии и социологии Юго-Западного государства университета, кандидатом философских наук, доцентом Волохова Натальей Владимировной. Спасибо за внимание.